Рассмотрением закона об арктической зоне займется рабочая группа, созданная при Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В ее состав, по мнению главы Нинецкого округа, должны войти представители всех арктических субъектов. Моря из луж. Наринмар вновь поплыл. Несмотря на работу коммунальщиков, город продолжает утопать в талом снегу. Кто виноват и что делать, расскажет Александра Литкова. Распорядиться с пользой. В Наринмаре обсудили дополнительные возможности использования материнского капитала. Инициатором обсуждения данного вопроса выступило собрание депутатов Нинецкого округа. Быть полезными обществу. В окружной столице прошел круглый стол, посвященный реализации проекта «Серебряное волонтерство». Здравствуйте! Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. В Москве состоялось заседание Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В ее рамках образована новая рабочая группа «Нормативное правовое обеспечение», которое займется всесторонним рассмотрением Федерального закона о развитии Арктической зоны. Как отметил в ходе заседания вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, в законе должны быть определены понятия, необходимые для нормативного правового регулирования, касающегося Арктической зоны России. Например, Арктическая зона Российской Федерации, «Северный морской путь», описание механизма формирования и функционирования опорных зон развития, а также представление правительством России ежегодного отчета в Государственную Думу о развитии Арктической зоны. Вопросы социального и экономического характера, особенности управления Арктической зоной предполагается прорабатывать и вносить отдельными поправками в действующие законодательные акты. «Мне бы хотелось, чтобы в состав рабочей группы обязательно вошли представители всех регионов, входящих в Арктическую зону России. Я неоднократно говорил об этом, готов повторить снова. Кооперация регионов, совместная реализация глобальных проектов могут принести исключительную пользу для развития российской Арктики в целом и инфраструктуры субъектов в частности», сказал глава Нинецкого округа Александр Цибульский, принявший участие в заседании Госкомиссии. Также участники заседания Президиума Госкомиссии обсудили вопросы развития космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне России, ход реализации мероприятий государственной программы социально-экономическое развитие Арктической зоны, развитие пограничной инфраструктуры в Арктике и ее техническое переоснащение. С сегодняшнего дня дорожники прекращают обслуживание зимника Наринмар-Усинск. Дата прекращения работ определена государственным контрактом, который был заключен с Наринмар-Дорием-Строем. Также с сегодняшнего дня закрыты ремонтно-дорожные пункты, которые в течение четырех месяцев работали в круглосуточном режиме. Зимник Наринмар-Усинск начал свою работу 28 декабря. За это время по дороге проехало более тысячи автомобилей. При этом пиковых нагрузок на искусственное дорожное сооружение в январские праздники зафиксировано не было, поскольку был закрыт для движения зимник в республике Коми, открывающий путь на Большую землю. Ледовая переправа в районе села Устюса была открыта в более поздние сроки. В этом сезоне на строительство временной трассы из окружной казны было направлено 13 миллионов рублей. Еще 80 миллионов рублей в бюджете округа было предусмотрено на его содержание. В централизованном стройзаказчике дополнительно сообщили, что зимник Наринмар-Тильвиска в случае благоприятных погодных условий будет работать до 30 апреля. Такой срок прописан в контракте. Подрядная организация, содержащая зимнюю дорогу, ежедневно производит замеры толщины льда на переправе через протоку Казенная Виска. Наринмар поплыл. Огромные лужи перекрывают путь пешеходами, бескрайними океанами разливаются по проезжей части. Несмотря на то, что ежедневно на уборке улиц от снега и откачку воды отправляются до 12 единиц снегоуборочной техники. Фронтальные погрузчики, трактора, самосвалы, малые коммунальные машины, комбинированные дорожные, две и лососные машины. Кто виноват и что делать, разбиралась Александра Литкова. На дворе весна, и Наринмар утопает в талой воде. Таяние снега, не вывезенного вовремя, одна из причин огромных луж на улицах. Обратил внимание на состояние городских дорог и временно исполняющий обязанности губернатора Ниньского округа Александр Цибульский на недавнем заседании окружной администрации. Если бы вы в течение года убирали так, как я просил, у нас бы сейчас были чистые улицы. Но вы же мне все рассказывали, что это невозможно. Вы людей даже уже убедили в том, что у нас северные регионы невозможно убирать улицы. Вы просто людей убедили в том, что ваша беспомощность в этом – это норма. Это не норма. Сейчас было тепло. Почему вы не убрали эту улицу? Когда можно было один раз грейд отпустить и всю эту массу оторвать от подтаявшего асфальта. Сейчас опять заморозки будут. Вы там сами проехали? Ну, сядьте на машину, проедите. Я вот на мультивене, на фольксвагене не смог там проехать. Не у всех у нас есть лэнд-крузеры в городе. Как считают представители коммунальных служб, одна из основных причин данного явления – отсутствие в нашем городе системы водоотвода поверхностных вод, которая включает в себя и ливневую, и дождевую канализацию, и прием стоков талых вод. В чем проблема? Луж вот этих – это несоответствие наших дорог. У нас нет ливневой канализации в городе, ни одна. И улицы построены так, что водооттока нет. Мы сегодня ждем, когда немножко тает. У нас законсервированы, по осени были законсервированы наши дренажные колодцы, которые у нас находятся на балансе. Как только немного позволит погода, тает. Мы их вскрываем, они пустые находятся. Соответственно, мы сможем более качественно и плодотворно работать. Особенно проблемными в этом плане являются улицы Чернова, Ниньская и Швецова. Это улица Ниньская. Без резиновых сапог тут не обойтись. Особенно страдают молодые мамы. С коляской не пройти, не проехать. Только в такой обуви можно пройти, потому что это неудобно. И с коляской тоже заливают нижний, допустим, короб у коляски. Такие лужи не пройти вообще. Снег, мне кажется, вообще не вывозили в этом году. Так что все затапливает. Плохо все. Директор чистого города Сергей Семяшкин считает жалобы горожан по поводу несвоевременной уборки улиц от снега необоснованными. По словам коммунальщиков, снега в этом году вывезено в два раза больше, чем в прошлом. Так и едем. Не первый же год. Прилукаем потихоньку. Ну а что надо сделать, чтобы не было декор. Надо вовремя чистить, было зимой, а не сейчас браться за уборку. До того, что количество техники увеличится, да, качество уборки улучшится, соответственно, изменения необходимо будет привести в изменение муниципальное задание. Так как у нас по муниципальному заданию заложена три раза в неделю уборка улиц. Мы же всю зиму эти улицы по три раза в день. И при образовании гололедицы в это время мы сбрасываем песок порядка 40 кубов в сутки. В сутки диспетчерская от чистого города принимает до 100 звонков от жителей города. Затем принимается решение, куда отправить технику в первую очередь. В зависимости от того, с какой улицы поступило больше звонков. По-другому никак, ведь на каждую улицу грейдер не поставишь. Техники просто не хватает. Ходишь, как не знаю. Ну что я, все-таки чистить везде. Дай бог, чтобы это было постоянно. Поддерживали хотя бы. Потому что везде есть школы, в интернате сейчас чистят, везде чистят. Так что нормально. С начала апреля вся имеющаяся на балансе чистого города техника работает в две смены. С 6 утра и с 15 часов. В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба, которая принимает обращения горожан. Позвонить и вызвать коммунальную технику можно по телефону 8 9 1 1 652 35 56. Александр Литкова, Антон Бодряков, телеканал «Север». Парламентарии Ненецкого округа обсуждают новый механизм расселения граждан из аварийного жилья. Собственникам квартир в таких домах планируют предоставлять денежные компенсации. Инициатором готовящегося законопроекта выступил глава региона Александр Цибульский. Представители департамента строительства в ходе рабочей встречи с депутатами пояснили, что собственники жилых помещений аварийных многоквартирных жилых домов по желанию смогут воспользоваться правом получения денежных выплат для приобретения в собственность иного жилого помещения, в том числе за пределами Ненецкого округа. При этом общая площадь приобретаемого недвижимого имущества должна быть не менее освобождаемого жилья. Планируется, что получать денежную выплату вместо квартиры граждане смогут вне зависимости от того, когда их дом должен быть расселен. При этом первоочередным правом на получение денежных средств смогут воспользоваться жильцы домов, включенных в текущие этапы переселения. Возможности реализации материнского капитала обсудили в Ненецком округе. В ходе заседания постоянной комиссии собрания депутатов под руководством вице-спикера Татьяны Бадьян. Заинтересованные жители региона обсудили перспективы реализации материнского капитала, а также принятые региональные законы о мерах соцподдержки семей с детьми. Размер регионального материнского капитала в Ненецком округе является одним из самых больших по стране и составляет 366 356 рублей. Ранее выступая на заседании постоянного комитета по социальной политике в Калининграде, Татьяна Бадьян предложила расширить направление использования федерального маткапитала. Например, на приобретение легкового семейного автомобиля, оздоровление детей, получение высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за пределами Российской Федерации, детьми, родителями, усыновителями. Вот ответственное отношение к детям, оно показывает уровень развития нашего общества. И если вот подобные круглые столы, комиссии, встречи будут проходить как чаще, это только мы не просто вот на бумаге, не просто декларировать будем. Мы на практике будем как раз заниматься тем, чем мы должны. И громко любим говорить. Все для вас, для детей. Все ради жизни на земле. По словам начальника управления социальной защиты Светланы Каневой, необходимо пересмотреть приоритетные направления целевого расходования средств материнского капитала. Ведь некоторые из них малоактуальны, другие совсем не востребованы. Мнение департамента. Конечно, будут предложения, мы все обсчитаем. При формировании на этот год уже отдельные стати приостановлены. Все это знают. Будем рассчитывать бюджет 2019 года. Если будут какие-то предложения, мы все обсчитаем, обсчитаем, обсудим. Мы вынесем на обсуждение у нас при департаменте рабочая группа с клубом многодетной семьи. Работает на постоянной основе. Естественно, мы с ними будем все это обсуждать. По мнению участников регионального клуба многодетных родителей, семья необходимо рассмотреть возможность введения ежегодной выплаты из средств материнского капитала по таким направлениям, как компенсация расходов на коммунальные платежи, санаторно-курортное лечение, приобретение дорогостоящих лекарств, газификация и водоотведение. Использование средств материнского капитала на приобретение автомобиля, приобретение строительства гаража, возмещение расходов на приобретение товаров длительного пользования, а также проанализировать подзаконные акты на предмет упрощения механизмов получения обозначенных мер социальной поддержки. Все предложения и замечания, внесенные участниками комиссии относительно расходования средств материнского капитала, будут обсуждаться еще не раз. Для того, чтобы достичь успеха, нужно прежде всего найти понимание. Поэтому в преддверии проведения данной комиссии у нас проходили рабочие встречи, прежде всего, с руководителем департамента соцзащиты и здравоохранения, с Веридом Сергеем Анатольевичем. Я уже говорила, что на встрече в рамках парламентской недели депутатов в Сыри, это было в понедельник, 23 апреля, данная тематика была озвучена, и никто из них резко не высказался против. Самые популярные предложения будут детально рассмотрены на предмет реализации, и, возможно, перечень условий расходования регионального материнского капитала вскоре расширится. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нинецком округе объявлен первый в этом году конкурс на право получения с семейными родовыми общинами коренных малочисленных народов Севера грантов из окружного бюджета. Прием заявок на участие в конкурсе начнется с 7 мая и продлится до 27 мая. Участниками конкурса могут быть зарегистрированные организации КМНС, осуществляющие деятельности на территории региона. В числе основных критериев конкурсного отбора – значимость и актуальность планируемых мероприятий для устойчивой деятельности семейной и родовой общины, их экономическая и социальная эффективность. Победители определяются по количеству набранных баллов. Всего на грантовую поддержку общин коренным малочисленным народам Севера в Нинецком округе в 2018 году предусмотрено 3 млн. рублей. Из них 2 млн. планируется распределить между заявителями в мае. Оставшиеся средства будут распределены в четвертом квартале текущего года. Максимальная сумма гранта составляет 300 тыс. рублей. Таким образом, по результатам майского конкурса, поддержку на обеспечение деятельности могут получить не менее 6 семейных родовых общин. В Наринмаре обсудили реализацию проекта «Серебряное волонтерство». Заседание «Круглого стола» прошло в рамках основных мероприятий по проведению в Нинецком округе «Года добровольца». Люди высокого возраста сообща решали, какие добрые и нужные дела они могли бы реализовать, тем самым став полезными обществу. Движение «Серебряное волонтерство», которое объединило людей высокого возраста, еще совсем ребенок. Оно зародилось в Санкт-Петербурге в 2013 году, но за 5 лет своего существования доказало свою востребованность. Как отмечают организаторы движения, это направление волонтерства позволяет людям вести активный образ жизни после выхода на заслуженный отдых. Ведь именно тогда появляется свободное время, в том числе и для общественных дел. Добровольчество вообще, в принципе, для наших соотечественников, для России это движение, оно как бы неотъемлемо, оно наше родное, оно нам понятное, и оно нам привычное. Если сравнить немножко о том, как развивается добровольчество в мире и у нас, я хотела бы вам привести некоторые факты. В демократических вообще государствах, а мы с вами тоже, наша страна относится к демократическому государству, Институт добровольчества и волонтерства является одним из механизмов институтов демократического общества, поскольку он показывает о зрелости государства и нацеленности его на решение социальных проблем. Среди пожилых волонтеров немало тех, кто просто продолжает делать то, что делал всю жизнь, в то время как другая часть пенсионеров впервые находит время на безвозмездное служение обществу. Сейчас участники движения «Серебряное волонтерство» в Ниньцком округе находятся в поиске идей, как и чем помогать обществу. Одна из них – принять участие в экологических акциях, субботниках, мероприятиях по озеленению, к которым относятся посадка цветов и деревьев. В районе аэропорта по генеральному плану города выделена большая территория под питомник. Город надо засаживать. И то, что мы выдергиваем из леса небольшие растения, да, потом их пытаемся укоренить, они не выживут, это скажут все биологи. Выживет только то растение, которое привыкло жить в одиночку, в некотором расстоянии. Это то требование, которое соблюдают питомники. Только дерево, которое может жить без покрова других деревьев, оно выживет на городском газоне. Все остальное мы и там убили, и сюда не привили. По итогам мероприятия участниками круглого стола была принята резолюция, которую планируется направить всем заинтересованным лицам. Александра Литкова, Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Социально-гуманитарный колледж распахнул свои двери для потенциальных студентов. Сегодня все желающие жители Ненецкого округа могли узнать, какие профессии дает обучение в колледже, чем занимаются на парах студенты. По мнению организаторов мероприятия, такая профориентация помогает определяться с выбором будущим выпускникам школ, а кому-то получать вторую профессию. Девятиклассница из Красного, Маша Тайбарей, с выбором своего дальнейшего пути пока не определилась на 100%. Один из вариантов, говорит девушка, получить образование по специальности учитель начальных классов в колледже. Мне рассказывали про учебу, про жизнь студентов и про много чего. Но все еще впереди. Для многих потенциальных студентов возможность получить образование в колледже – своего рода стартап перед поступлением в ВУЗ. Первокурсница Кристина Бабикова уверена, выбрала правильную профессию. Окончив колледж, намерена работать и учиться дальше. Здесь дружные ребята, учителя добрые. Хорошо здесь учатся. Кофейная Арктика, Альпийская горка – город моей мечты. Начинающие дизайнеры из колледжа участвуют в различных проектов местного, регионального и даже международного масштаба. Это направление одно из самых востребованных в России. Они после девятого класса приходят к нам, и получается, что они четыре года занимаются оформительской деятельностью. В этом году мы набираем еще одну группу – дизайнеры, которые связаны с компьютерной графикой, которые востребованы будут на рынке. Кроме того, будущие абитуриенты имели возможность погрузиться в выбранную профессию. Специально для них преподаватели и студенты колледжа подготовили мастер-классы по занятиям робототехникой, первой медицинской помощью в созданию дизайнерского сувенира. В этом году мы будем проводить набор после девятого класса на три специальности. Это преподавание в начальных классах, квалификация учителя начальных классов, это сетевое и системное администрирование и графический дизайн, профессия графического дизайна. Из этих трех специальностей две – сетевое и системное администрирование и графический дизайн – входят в топ самых популярных, самых востребованных профессий в России. Выпускники 11-х классов в новом учебном году смогут реализовать себя в таких профессиях, как финансы, лечебное дело, дошкольное образование. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». И это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.